С апреля в Мирном началось весеннее половодье. К паводку производственные площадки компании всегда готовятся заранее. Разрабатывают и проводят целый комплекс мероприятий для предотвращения внештатных ситуаций. Мы находимся на месторождении Реляхская россыпь. За моей спиной находится котлован, а слева от меня руслоотводной канал номер два. В этом году специалистами Мирненского ГОКа он расширен в три раза. Учитывая события августа 2018 года, нам пришло понимание, что за одни сутки может выпасть полуторамесячная норма осадков в виде дождя. Поэтому была разработана корректировка проекта совместной отработки рассыпных месторождений Реляхской россыпи и месторождения Горного. В части увеличения пропускной способности существующего руслоотводного канала номер один и проектируемых в дальнейшем руслоотводных каналах. Работы провели специалисты при Иска и Релях. С техникой помогло предприятие «Водораздельные галечники». Предоставили для расширения руслоотводных каналов бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. На сложных участках, где с горной породы не справилась техника, помогли взрывы. В период паводка экологи компании также проводят усиленный мониторинг заводными объектами, входящих в зону производственной деятельности акционерной компании «Алроса» и даже за ее границами. Мы должны понимать, что паводковый период – это действительно очень сложная ситуация. Когда идет интенсивный вынос воды с поверхности, с рельефа, когда идет интенсивное таяние снега. На прохождение паводкового периода мы внепланово еще увеличили этот диапазон. То есть конкретный участок исследовался в 10 точках. Это непосредственно на гидроизле и релях. Мы спускались ниже, смотрели ручей таборный и водохранилище на ручье таборный. Мы также смотрели участки на месте работы КСА. Мы спускались вниз по реляху и отбирали пробы на руслоотводном канале первом, на руслоотводном канале втором. Мы спускались ниже и отбирали пробы недалеко от месторождения Горного. И уходили, конечно, вниз по реляху для возможности отбора проб уже в том числе и на Малой Бутобе. Выше по течению и ниже по течению. По словам экологов, ручей таборный стал главным источником загрязнений в августе 2018-го. И компания не принадлежит. Сегодня Алроса контролирует его по собственной инициативе, где также проводит отбор проб для исследования. Объект бесхозный. Объект не принадлежит акционерной компании Алроса. Но, тем не менее, принято решение. И в этом году точки отбора на этом, скажем так, объекте осуществляются нашей лабораторией, промсом лабораторией и экологическим центром. То есть отбираются три точки на устье, на самой дамбе и на выходе этого ручья в реку Релях. В мае с экологами Алроса отбор проб провели и представители Министерства экологии Республики, Комитета охраны природы и администрации города. Они оценили целостность объекта во время половодия и посмотрели, в каком режиме проходит паводок. Передадим отобранные пробы в лабораторию и посмотрим содержание нефтепродуктов, фенолов, взвешенных веществ, металлов в природной воде, которая у нас находится в реке Релях. Теперь задача специалистов Мирненского комбината – поддерживать руслоотводные каналы в рабочем состоянии. К ежегодным предпрохождением паводка они будут очищаться. Также в планах строительство третьего руслоотводного канала до посёлка Алмазный.